В питомнике Александра Кузьменко под открытым небом настоящий райский сад. И выращивают здесь не только декоративные цветы. Экзотические пальмы, бамбук, несколько сортов берез и можжевельника. Он очень похож на можжевельник Blue Carpet, но чуть более высокое залегание ветвей. Владелец участка трудится здесь круглый год, но весной объем работы увеличивается. Правильно сделать обрезку и формовку ветвей, удобрить почву и без повреждений пересадить растения. Транспортировка, ту и сморакт – трудоемкий и ответственный процесс. Важно выбрать место. Оно должно быть без сорняков и хорошо перекопанным. Но главное в таком деле – не повредить корневую систему. При такой плотной копке и неразрушенном коме растение достаточно комфортно, с очень высоким степенью выживаемости укореняется и продолжает жить дальше. Это возможно сделать с помощью специальной садовой техники – сельскохозяйственного фронтального погрузчика. Нужно только лишь опустить ковш на правильную глубину. На этом работы не заканчиваются. Под палящим крымским солнцем растениям регулярно требуется полив, а 2020 год не богат на осадки. Но в питомнике все продумано до мелочей. Мы используем максимально экономные способы для полива. Самая простая, самая, наверное, распространенная, самая и бюджетная в том числе система капельного полива. Она называется капельная лента. И такие ленты тянутся через все шесть гектаров. Капля за каплей они образуют мокрые полосы, тем самым питая корневую систему растений. Беспрерывная система полива действует и в теплицах, где растут более нежные культуры. Азалия, южнобережный формиум, инжир и даже киви. Вместе с декоративными растениями в одной из теплиц выращивают и пряные травы. Так, среди садовых роз, оливы и бамбука отдельный уголок выделен для лаванды, лавра и розмарина. Чтобы сберечь деревья и кустарники от болезни и увяданий, их выращивают методом черенкования. Этот же способ сохраняет и чистоту сорта. Наталья Жадько, Андрей Ипсом. Утро нового дня.